Эти кадры – очередной яркий взгляд на Мань Пупунер, на этот раз известных российских блогеров. Идея организовать экспедицию появилась у Ильнара Мансурова из Перми. Именно туда путешественник со 140-тысячной аудиторией в соцсетях пригласил всех. Сначала в планах были местные природные достопримечательности – Усвинские столбы, каменный город, глубокое и голубое озера. Сплавилась команда даже по Усве, узнавая в пермских красотах локации из фильма «Географ Глобус» пропил. Но кульминацией путешествия стало все-таки наше плато. Говорят, что сюда попадает не больше 1200 людей в году. Представьте эти столбы в ветривании, сколько им лет, когда ты начинаешь размышлять об этом, становится прям не по себе. Это круто. Добирались до загадочного места блогеры на вертолете. Хотя попасть сюда можно и пешим ходом, за неделю преодолев около 90 километров через перевал Дятлова. Для таких неутолимых путешественников через каждые 15 километров здесь расположены мобильные домики для отдыха. И гости с камерами тоже успели оценить их комфорт. Ну, а сами столбы в ветривании многих оставили в восторге. В ком-то даже проснулись нежные чувства. Одним из гостей в плато стал и известный путешественник Сергей Дуля. В коме он вообще приезжает нередко. Сергей, это ваша первая попытка попасть на Мань-Бопунион? Третья даже, на самом деле. Третья с половиной. Я уже один раз пытался попасть из Ухты. Тоже мы два дня просидели, ждали погоды, но вертолета так и не было. И один раз пытался доехать зимой через перевал Дятлова, но тоже была уж жуткая погода, снег был мокрый, не доехал. Так что я настойчивый. Я думаю, что Мань-Бопунион любит настойчивых, и нам сегодня обязательно повезет. Уже позже, делясь впечатлениями в соцсетях, Мань-Бопунион Доля назвал самой недооцененной достопримечательностью России. Если я вас спрошу, какая самая крутая природная достопримечательность США, то вы, скорее всего, ответите Гранд-Каньон. Если спрошу про Европу, то, вероятно, вы вспомните Монблан, Африка, водопад Виктория, Южная Америка, Патагония, Австралия, большой барьерный риф. А какая самая крутая природная достопримечательность в России? Предположу, что вы скажете Байкал и будете правы, отчасти. Байкал велик и красив, но Байкал это озеро, очень большое, но озеро. А если в нашей стране что-то, на что посмотришь, и диву даешься, как эта природа такое создала, как вообще у нее это получилось. В нашей стране очень много таких необычных мест, но самая великая и необычная из них, на мой взгляд, это Мань-Бопунион. Запестрели природными красотами Коми и Перми, Инстаграм-страницы и других участников этого похода. Сюда, заверяет каждый из них, обязательно надо вернуться. Любовь Филиппова, телеканал Юрген.